Ускорить темпы вакцинации поможет адресный подход. Об этом говорили на городском оперштабе по предупреждению распространения коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. В первую очередь вакцинировать нужно тех, кто находится в группе риска, а это люди, страдающие хроническими заболеваниями, ветераны и пенсионеры, которые с наступлением теплых дней переехали жить на даче. Значит, передвижные прививочные пункты должны выехать туда. А информацию о возможности вакцинации до людей донесут председатели садово-дачных товариществ. Мы ищем возможности вакцинации сделать максимально доступной. Это и работа садово-дачных товариществ. У нас есть председатели садово-дачных товариществ, которые откликнулись и готовы организовать своих дачников. Те, кто постоянно проживает в летний период времени, надеюсь, что и, конечно, поликлиники отправят туда выездные бригады для вакцинации. Я убеждена, что там так и будет. Мы задействуем и общественные пространства, где достаточно большая проходимость людей. Сегодня пригласили руководителей общественных организаций, с ними посоветовались, что лучше сделать, чтобы до людей старшего возраста вакцина дошла в удобное для них время, в удобное для них место. Маломобильные граждане, которые не покидают квартиру, должны иметь возможность привиться на дому. В чем проблема? Наши категории очень редко пользуются интернетом. Поэтому рассмотреть возможность именно вакцинации на дому. Я решила вопрос по своему мужу. Он очень захотел, старше 80, он с удовольствием привился. И самое интересное, без последствий. Поэтому рассмотреть возможность вакцинации на дому по желанию людей. То есть донести до людей, что это реально. По словам руководителей общественных организаций, большую роль в процессе вакцинации играет доверие. А пенсионеры и ветераны доверяют только тем, кого лично знают. Я могу пример привести в Ленинском районе. Участковые врачи. Вот там один участковый врач практически прошел по своему участку. И где-то 99% пришел, всех вакцинировал. Даже вопросов никаких не было. Это опять вот правильно Инна Павловна говорит о отношении врачей с той стороны, с кем они работают непосредственно. Вакцинация проходит во всех районах Самары. Прививаются сотрудники полиции, прокуратуры, судов, врачи и учителя. По приглашению руководителей предприятий, бригады медиков выезжают на производство, чтобы у людей была возможность сделать прививку без отрыва от работы. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы около 60% жителей региона вакцинировались. По словам врачей, это поможет остановить пандемию. Прививка добровольна и бесплатна. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.